Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы завершаем чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», дойдя до 50-й главы, после которой уже только 51-я, содержащая в себе молитву Богу Всевышнему, которая приносит благодарение за понесенный труд, и о народе Божьем, автор богодухновенный, Иисус Сын Сирахов. Глава 50. «Симон, сын Онии, великий священник, при жизни своей исправил дом и во дни свои укрепил храм». Также после правителей, послуживших к его разорению, им положено основание двойного возвышения, возведение высокой ограды храма. В одни его уменьшено водохранилище, окружность Медного моря. Чтобы предохранить народ свой от бедствия, он укрепил город против осады. И так хорош тот, кто воздвигает град, но еще ценнее для народа тот, кто содействует его охранению. И Господа мы почитаем как Творца, Создателя мира, и как Промыслителя о мире. И всякий добрый попечитель о душе подопечной ему не только дарует ему однажды что-то ценное, например, священник покрестив, преподав благодать крещения пришедшему и желающему принять христианство, но и тот, который и впоследствии попечется о его просвещении, утверждении в жизни христианской, ради чего, кстати сказать, и в вспомоществовании священнику и семье ребенка предается и крестный для мальчика или крестный для девочки. И это попечение о хранении совершенного прекрасного благодеяния оказывается важнее самого благодеяния. И вот тот, кто не сохранит, таковы и напрасно получил. Ибо горше потерять вверенное сокровище, чем никогда его и не приобретать. Как величественен был он среди народа при выходе из завесы храма, как утренние звезда среди облаков, как луна полная во днях. Тот, кто знает и любит красоту церковную, тот имеет всегдашний источник для души своей благодатной радости. Пока отчуждена душа от богослужебной красоты, не умеет ни благозвучия церковного хора приложить к сердцу своему, не умеет радоваться созерцанию образов божьих и святых угодников в иконостасах храма, не умеет благоговейно поклоняться благословению священническому и принимать его, то она воистину пуста и холодна и ужасается земной жизнью. Но прославляется праведник, которым возвещает наставник, и за то, что даровал народу израильскому вновь ощутить и принять ту красоту богослужения, которая самую душу поставляет на небесах. «Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях». Луна есть отражение света солнечного. Так в церковном богослужении является божественная благодать через земные предметы, сияющая через творчество человеческое, собираемое и раздаваемое народу в тех образах и символах, которыми преисполнена божественная служба. «Как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках». А тогда, когда личный человек, свое сердце способен открыть навстречу этой действующей в храме благодати, тогда он уже и лично исполняется самого божественного духа и может уже встретиться не только с луной, как отражением света солнечного, но и с самим Господом в его церковных таинствах. «Как цвет роз в весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветвь ливана в летние дни, как огонь сладаном в кадильнице, как кованый золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями, как маслина с плодами и как возвышающийся до облаковки Парис». Все это образы прекрасных и благоговейных энергий, которые в церковной жизни реализованы и в благоухании фимиама, и в украшении одежд священнических, в самой архитектуре храма, вся позолота и красота, которая сопровождает и вознесение куполов к небесам, и оклады икон, и чашу Евхаристии, выносимую для причащения народа. Все это преисполнено божественного тепла и способно отогреть всякую душу. Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественные украшения, то при восхождении к святому жертвеннику освящал блеском окружность святилища. Также, когда он принимал жертвенные части из рук священников, стоя у огня жертвенника, вокруг него был венец братьев как отрасли кедра на Ливане, и они окружали его как финиковые ветви. Мы видим, что лучи славы Божьей не только в собственном впечатлении, которое оказывает первосвященник на окружающих, но и в тех лучах, которые именуются его братьями, теми единомысленными сослужителями, которые дороже всего. Мы уже прежде слышали слова Премудрого, как бесценен подлинный друг в жизни человека. А в служении Божьем, в сослужении единомысленных братьев является и полнота божественного могущества, и продолжение дела его в народе, и все сыны Аарона в славе своей, и приношение Господу в руках их пред всем собранием Израиля. Слова писателя уже из мудрых наставлений приобретают вид гимна славы Божьей, гимна той благодати, которая является церковным служением. В довершении служб на алтаре, чтобы увенчать приношение Всевышнему Вседержителю, он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь, и выливал ее к подножию жертвенника в воню благоухания Всевышнему Царю. Подножие жертвенника. Кто это? Это уже новый народ Израиля. Это те, кто эту чашу жизни уже не вином только благословенным исполняют, но по повелению Божию, самой кровью Христовой, которая приемлется народом и становится таким образом живым и действенным тело Христово, объединенное одной кровью. И прообраз будущего причастия видим мы в этой вдохновенной духом книге. Тогда сыны Аароновы восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним. От избытка сердца любящего и благодарного Богу звучит не просто тихая молитва, но громогласное словословие, к чему и нас то и дело побуждает Церковь, когда мы будничные словословия Господу в определенные торжественные дни заменяем великим словословием, и тогда уже не столько в громкости, сколько в силе искреннего ко Господу при падании совершаются торжества в храмах наших в честь Господа Богородицы и святых угодников Божьих. Тогда весь народ вместе спешил падать лицом на землю, чтобы поклониться Господу своему, Вседержителю, Богу Вышнему. Это то дело, которое так не часто видим мы в наше время. Готовность народа лицем пасть на землю перед славой Господней. Народ надменный, народ, кажущийся себе самодостаточным, не нуждающимся в милости Бога своего, не благоговеющий пред Его славой, обречен на самоуничтожение. Напротив, это смирение пред Богом, это повержение ниц пред славой Божьей, есть высшая форма богословия, ибо в своем откровении Господь являет себя и славу свою, непостижимую, необъемлемую для человеческого ума, и побуждает всякого искренне приступившего к Нему, к этому самому смиреннейшему и благоговейному препаданию и к воздаянию славы Ему, в чем и состоит блаженство свободноразумной твари и во временной жизни, и в вечной. А песнопевцы восхваляли Его своими голосами, в пространном храме раздавалось сладостное пение, и народ молился Господу Всевышнему молитвою пред милосердым. Величие Господне не затемняет, а обнаруживает Его любовь, Его действия в отношении рода человеческого, ответной любовью Ему невоздающего. Чем же воздает за недостаток любви человечеству Господь? Своей милостью. О том, и святитель Феофан говорит, всякий упокаивается в мыслях своих и в исканиях своих на милость Божию, потому именуется здесь Бог милостивым, милосердным. Доколе совершалось словословие Господа, и так оканчивали они службу Ему. Тогда Он, сойдя, поднимал руки Свои на все собрание сынов Израилевых, чтобы устами своими преподать благословение Господа и похвалиться именем Его. Хвалящийся хвались о Господе. И то преподавание благословения, финальное в завершении богослужения, которым возвещает наставник, как близко к образу вознесения Господня, когда Он, вознеся руки Свои для благословения, сам возносится от учеников апостолов своих на небо, с тем, чтобы по обетованию ангельскому прийти уже в завершение мировой истории для окончательного определения вечной участи всех когда-либо живших на земле людей. «Народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего. И ныне все благословляйте Бога, Который везде совершает великие дела, Который продлил дни наши от утробы и поступает с нами по милости Своей». И призыв этот переходит тотчас в молитву. «Да даст Он нам веселье сердца, и да будет во дни наши мир в Израиле до дней века, да сохранит милость Свою к нам, и в Своё время да избавит нас». Что значит Своё время? Время всегда коротко, время земное исчислено, Ему положен конец, и всякому надлежит помышлять о том времени, когда милость Божия либо полностью обымет Его и сделает насельником Вечного Царствия, либо будет им отвращена от самого себя по злой воле Своей. «Двумя народами гнушается душа моя, а третий не есть народ. Это сидящие на горе Сеир, филистимлине и глупый народ, живущий в Секимах». В этих трех народах, один из которых и народом-то назвать нельзя, представлены языческие сообщества, чуждые Бога поклонению, которым страшно оказаться уподобленным и нам с вами, и тем народам, которые и поныне живут. Ибо, как бы ни было их много, но эти народы являются мерзкими пред Богом, а многие из них и не могут считаться народом, ибо забыли источник бытия своего и будущим своим пренебрегли. Учение мудрости и благоразумия начертал в книге сей «Я, Иисус, сын Сирахов, Иерусалимлянин, который излил мудрость от сердца своего». «Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, и кто положит их на сердце, тот сделается мудрым». Как в начале, так и в завершении, как у царя Давида, так и у премудрого Иисуса, сына Сирахова, есть наставление к блаженству. Человек создан для блаженства, но подлинное блаженство его в том, что открывает нам Божья премудрость, и, собрав ее прежде в сердце своем, щедро источает для нас ее свет, наставник богомудрый, с тем, чтобы и мы были не просто счастливы, но приобщились к той полноте бытия, к тому блаженству, которым преисполнен Господь наш и к которому призвал и нас. «И если будет исполнять, то все возможно, ибо свет Господень – путь его». Жизнь есть путь, которую прожить, не поле перейти, но есть свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, и открыть для него и глаза, и сердце свое, исследовать в лучах его, есть для человека путь вечности, путь блаженства, путь спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok